Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 8 мая, 24-й год. Я заехал на братские могилы для того, чтобы снять репортаж о том, как идёт подготовка к завтрашним торжествам. Но, как выяснилось, оказывается, мероприятие проводится сегодня в присутствии представителей посольств, представителей казачества и других лиц. Кто принял такое решение, почему, я не знаю. В любом случае, я рад, что сюда попал сегодня и буду снимать репортаж. Так что не уходите, будет интересно. Меня интересует такой вопрос. Каждый раз, много лет уже подряд, 9 мая, говорят, что надо дать городу Баку звание города-героя. Что вы скажете по этому поводу? Правда, Азербайджан и Баку заслуживают такое звание, как города-герой Баку. Потому что в 1941-1945 году роль Баки, бакинский нефт, население и 6 дивизий участвовали в войне. Там 124 человек получили Герой Советского Союза звание. Потом 123 в виде вооружения подготовились в Азербайджане, отправляли войну. 85 горючего нефтепродукта отправляли. Каждый пятый машин, из них 4, работал бакинским нефтом. Из 5 самолетов 4 летал бакинским горючим смазочным материалом и использовал. Или в том числе танки. Танки из 5, 4 бакинским нефтом. Я думаю, надо было в то время, когда не развалился Советский Союз, такое звание. Я не знаю сейчас, кто сможет присваивать такой вопрос. Но хотя можно город каким-то славам и так далее, там можно присвоить Баку. Баку славился в то время и сегодня тоже историческим памятом относится уважительным. Всегда 9 мая, как праздник, везде, как все советские бывшие народы, Азербайджан тоже отмечает. Гордится, что азербайджанские люди, офицеры, солдаты в 41-45 году проявили героизм, боролись против фашизма и участвовали в войне. Заместитель председателя ветерана войны трудовооруженных сил, полковник Джалил Халилов. Советский Союз уже не существует. Кто должен давать звание героя? Иностранное государство, как Россия, допустим, Москва. Это же неправильно. Поэтому звание героя, города героя давали тем городам, которые на фактически территорию была на полях сражений. И освобождение этих городов, противодействие фашистам этих городов давали преимущество перед другими. И им прислали звание героя, город-герой. Город-герой Ленинград, Москва, на защиту которых стоял весь Советский Союз. Остальные города тогда должны потребовать и Алма-Ата, и Баку. То есть все участвовали в сражениях, то ли на поле сражений, то ли это было в тылу, когда поставляли орудия, производили боеприпасы. В частности, Баку поставлял нефть. Сейчас присваивать Баку или другим городам, которые так или иначе участвовали в победе, кто должен присваивать город-герой звания. Поэтому этот вопрос, когда решится, тогда присвоят. Пока не решился этот вопрос, кто должен присваивать звание героя города. Баку и так герой. Мы участвовали в победе. Не просто участвовали, а принимали непосредственное участие в великой победе. На полях сражения против фашистскими закладчиками. Но и в то же время мы город-герой Баку. И наши все города, которые мы освободили в ходе 44-дневной Отечественной Карабахской войны. Поэтому сейчас это уже не так, ну, будем говорить, проблемно. Присваивать город-герой или не присваивать героя. Кто должен присвоить город-герой? У нас вот герои, участники Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые победили в то время в жестоких сражениях. Поэтому сейчас... А вы знаете, сколько осталось в освобождении ветеранов? Очень мало, трудно сейчас сказать. Каждый день буквально люди уходят из жизни. Ну, по нашим подсчетам, это где-то десятки, может быть, сотня. В общем, я скажу так. Все республики, 15, вклад имели свое. Но Баку имел Азербайджан особый вклад, будем так говорить. Потому что, кроме того, что сколько людей наших азербайджанцев... Баку являлся интернациональным городом по сей день. Очень много людей погибли. Так, но в основном то, что нефтью по ночам всякие погоды, в погодных условиях работали, лишь бы армию советскую обеспечить нефтью. Потому что нефть – это победа. Я так думаю. Это мое мнение. Это давно надо было уже сделать. Так как Баку очень много вложил в победу. 41-го, 45-го. Как с вами ресурсами, мне все так же и людьми. Мы за. Я автор. Да. Это вы публикуете каждый раз в интернете? Да. Как вас зовут? А написано же в интернете. Да, хорошо. А ваша аргументация? Прошло уже 80 лет. Не поздно? Конечно, не поздно. Лучше поздно, чем никогда. Это надо было сделать вовремя. Об этом говорили уже много раз. Мы поднимали этот вопрос неоднократно. Но в Баку... Если бы это было сделано своевременно, хотя бы до 1988 года, было бы замечательно. Ну, если не получилось тогда, значит, надо сделать сейчас. В Баку не было боевых действий. В Баку не воевал. А в Туле тоже не было боевых действий. Но Тула – город-герой. Да? Да. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Это бабушкин брат, Жороблев Петр Григорьевич. Молодой, на фронт ушел. А это кто? А это Лунина Михаил Семенович. Это Лунина Папова. Что вы думаете о присвоении Баку звания героя? Ну, что могу сказать? Так, да. Пускай будет герой Азербайджана. Пускай так останется. Пускай будет это как-то не очень... Ну, что могу сказать. Героя Азербайджана, да. Пускай. Что вы думаете о присвоении города Баку звания героя? Дело в том, что вопрос не расставился о присвоении города славы. Но даже в Госдуме у нас на сессии рассматривался этот вопрос. Мы можем присвоить это звание российским городам. Но тут международные уже, получается, двусторонние связи, которые должны обсуждаться вместе между Милимиджилисом и, наверное, Госдумой. И лично вы за? Я сто процентов. У нас как раз в Комитете по делам СНГ этот вопрос поднимался не раз. И мы с инициативой как раз и выходили, чтобы на сессии по поводу этого говорить. Большое спасибо. Вам спасибо. Горус Баку заслужило быть героем. Самое активное участие в Баку принимали его. Нефтепродукты шли на фронт. И люди многие шли. Мой дядя, например, из Баку ушел на фронт и не вернулся. Погиб в Германии похоронен 30 апреля 1945 года. Не дожил несколько дней до победы. Моя мама участник войны. Так что, конечно, столько героев в Азербайджане. Я считаю, что город заслужил, чтобы война закончилась. Война закончилась, СССР уже нет. Ну и что? Как-то нужно сделать какой-то приказ или указ, чтобы присвоить это звание. А кто будет давать такой указ? Ну, может, наш президент сам сделает. Сам себе? Ну и что? Баку заслужил. Хорошо, спасибо. Женам мироносицам вещавы, радуйтесья, И наим апостолам мир даруяй, Почим подаяй воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это мой дедушка, капитан Дадаш Валикпер Агабдуллоула. В звании капитана защищал Кавказский фронт и был достоин награды Орден Великой Отечественной войны второй степени, Орден Сталина. А это Молов Иван Степанович, великий был тоже боец Красной армии. Он в Гусарах, мы с ним познакомились, его дочка одна оставила, и мама, когда познакомилась с ним, у него уже супруга скончалась, он жил один. Мы ему помогали, и он дал нам фотографию, чтобы мы вечно помнили об этом человеке. Что вы думаете о присвоении городу Баку в звании город-герой? Достойное звание, я считаю, потому что за счет азербайджанской нефти была победа над фашистской Германией, и нефть, действительно, азербайджанская нефть и бензин сыграли огромную роль в победе над фашистской Германией. Война давно закончилась, союза уже нет. Кто будет звание присуждать? Звание? Ой, я даже не знаю. Я считаю, что эти люди не погибли, они всегда должны жить, и такие, как мы люди, будем всегда присуждать звание этим людям и вечно помнить об этих людях. Мы всегда будем помнить о том, чтобы такой страшной войны не должно быть во всем мире. Я думаю, что это справедливо, это правильно, потому что Баку в свое время делал немалое для фронта. Также это мой прадедушка, Рачков Василий Николаевич, он участвовал в обороне Кавказа, он был командиром, командовал там, к сожалению, я его при жизни не знаю, но бабушка очень много рассказывала. Они переехали с Краснодарского края, его направили сюда, и он здесь защищал город Баку. Я думаю, это очень важно, потому что в период Второй мировой войны Азербайджан сыграл, я бы сказала, даже решающую роль. Бакинская нефть, она предоставлялась практически каждому четырем из пяти, можно сказать, машинам, танкам, и, соответственно, в то время Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу во Второй мировой войне. И, конечно же, не стоит забывать, что более полумиллиона человек из Азербайджана приняли участие в ожесточенных боях, женщины даже тоже принимали участие. Многие получили звание Героев, награждены медалями. И поэтому, если Баку получит звание Города Героя, то это, несомненно, очень важно для всех. Война давно закончилась, союза нет. Кто будет такое звание присуждать? Это очень трудный вопрос, но я думаю, это будет совместное решение. Но самое главное, на всех встречах, на всех мероприятиях, которые приурочены ко Дню Победы, 9 мая, всегда подчеркивается важная роль Азербайджана, города Баку. И поэтому, мне кажется, что именно на совместных заседаниях и мероприятиях такое решение может обсуждаться, но решать не мне. Ну, это уже, честно говоря, избитый вопрос, это занимаемся не нашим. Мы предлагали в свое время, еще лет 10-15 назад предлагали звание Города Героя дать. Сейчас как это объяснение, хорошо объясняет Михаил Юрьевич Забелин, он этим вопросом владеет, он сказал все это, да, то есть мы вместе работаем, мы с ними работаем и все это, да. Можно, конечно, но кто будет сейчас присваивать, да, как говорится, самая республика. Я, например, думаю, что можно было бы как мини-референдум или через блогеров, через кого-то, то есть если жители Азербайджана скажут, давайте присвоим Героя, это будет нормально, народное присвоение Города Героя. Я как блогер вас и спрашиваю. Вот здесь и поэтому. Наша задача, вот, мы информационно работаем, готовы поддержать любое, у нас есть начинание, да, то есть вот внутри республики можно, то есть мы справляем, такие маленькие примеры приведу, да, так как там Хэллоуин, День влюбленных, например, 14. В принципе, зачем, должен быть день или имидж, например, в Азербайджане, то есть справлять надо свои и присвоить мы тоже можем героя. Мы считаем Герои Город у нас, Баку, а кто как считает, это нам как-то тоже так. Спасибо, поэтому. Давно ему надо было дать звание Героя, но так как азербайджанцы и бакинцы, не только азербайджанцы, жители Баку очень скромные, мы не претендуем, но в душе, конечно, обижены. Наш город-герой. А кто это у вас на фотографии? Есть такое? Это мой папа. И это мой папа, а это моя дядя. Вот это он. Только здесь неправильно написали, не капитан. Он здесь уже был полковником. Полковником он. Спасибо большое. Вам спасибо. Мы очень хотели бы, чтобы действительно присвоили наш город Баку, очень достоин во время Великой Отечественной войны. Он оказал очень большое влияние на ход войны, на победу. Благодаря Азербайджану именно была достигнута победа. И много погибло соотечественников наших. Будем надеяться, что когда-нибудь руководство рассмотрит вопрос. И мы ждем, что Азербайджан достойный этого. Я извиняюсь, война давно закончилась. Союза больше нет. Вы говорите, руководство. Какое руководство? Кто будет нам давать звание? Это наше руководство азербайджанское и российское руководство, соответственно. Совместно? Совместно, да. Должно руководство рассмотреть этот вопрос. Ну, может быть, нужно какую-то петицию подать именно от наших граждан, чтобы это рассмотрели. И думаю, что это будет рассмотрен вопрос положительным ключом. Добавить. Добавить. Добавлю. Земля Азербайджана очень богата героями, которые воевали в Великую Отечественную. Пример Азиасланов. И он не единственный. Конечно, Баку достоин звания города-героя. Нефть, которая способствовала победе в войне 41-45-й. Будем надеяться, что так и будет. Только позитивно все. Я за, потому что я сам родом отсюда. И считаю, что город этого действительно достойный. Война давно закончилась, союза нет. Кто будет такое звание посуждать? Пускай присылают наше правительство. Почему нет? Как-то невыразительно. Ну, зато правда. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Будете жить в городе-героя? Каким образом? Каким образом? Мы решим общественность. У нас есть несколько вариантов. По законодательству Азербайджана есть конституция, если вы знакомы с ней. Можно собрать 40 тысяч подписей граждан и выйти с законодательной инициативой. Президент может выйти с законодательной инициативой. Эмили Меджлис может выйти. Любой депутат может решить этот вопрос. Так что будем надеяться, что кто-то сделает. Если не решат на законодательном уровне законодателя, то есть общественность. 40 тысяч подписей соберем, Константин? Соберем. Соберем. Помогите моему видео собрать 40 тысяч просмотров. Тогда посмотрим. Ну, извините. Я не занимаюсь раскруткой видео. Ваши слова будут распространяться, а не мои слова? Хорошо. Дай бог. Давайте к следующему году. Встретимся с вами и посмотрим, как будет называться наш город. Город-герой. Город трудовой славы. Город трудовой доблести. Как угодно. Но заслуги города должны быть учтены, потому что он внес огромный вклад в победу Советского Союза, Советского народа. Это мой дедушка. Он нефтяник. Он работал на нефтяных промыслах всю войну. Он вложил огромный вклад в то, чтобы мы с вами сейчас вот здесь разговаривали, чтобы мы с вами могли бы улыбаться, чтобы мы могли радоваться солнцу. Понимаете? Хорошо, спасибо. Спасибо. Ведемся через год. Понимаете, этот вопрос давно должен был затронуться. И, иншаллах, в это время мы уже будем над этим стараться, потому что это обязательно надо. Во время Второй мировой войны более 500 тысяч наших населений, вот азербайджанцев, вышли на войну. Наша нефть помогла. 70% всего топлива, которое было там, это была заслуга Азербайджана и азербайджанского народа. Понимаете, это нельзя забывать. Город-герой, это просто нужно как дань присвоить городу Баку. Но война давно закончилась, союза нет. Кто будет такое звание присуждать? Понимаете, если мы будем вдаваться в эти подробности, это будет неправильно. Это дань уважения стране, государству. Тем более, эти государства являются дружественными государствами. По-моему, дело за малым. Тут никаких проблем нет. Два посла могут просто сесть, переговорить и дать это звание. Сегодня 8 мая, 24-й год. Празднование 9 мая было перенесено на сегодняшний день. Я не знаю почему, но, как видите, народ присутствовал. Были и послы. Было и я, были и зрители. Так что я надеюсь, что вам мое видео понравится. Пожалуйста, ваши комментарии, ваши мнения. Все в комментариях. Маленькая просьба, конечно, не хамить, не ругаться. Мое дело спрашивает, ваше дело отвечать. Я не могу опустить большое количество людей. В силу устраивания, все-таки время ограничено видео. Но в комментариях вы можете писать все, что вам считаете нужным. Главное, помнить о том, что ваши комментарии, прежде всего, характеризуют именно вас, а не кого-либо другого, степень вашего воспитания, культуры и всего остального. 8 мая, 24-й год. Братские могилы. Меня зовут Михаил Эльскеров. Всем спасибо за внимание. Увидимся через год. Меджико.